Представляем пески с пляжей Игейского побережья и регионов Марморис, Даламан и Фетхия. Правда, сначала хочу раскрыть маленький секрет. Дело в том, что греческий остров Родос рядом с турецким побережьем является естественной границей между Игейским и Средиземным морями, поэтому правильнее считать, что все эти три региона находятся все-таки на Средиземном море. В регионе Марморис на всех курортах песчано-галечные пляжи. Они здесь достаточно узкие, лежаки стоят плотно друг к другу и бывает всего 4 ряда лежаков или максимум 6-7. Песок в Марморисе не самый идеальный, с примесью какой-то гальки, даже какой-то щебенки. В море есть галька и камешки. Такой песок и в центре, и в районе Ситтеллер. Кстати, может быть также и привозной песок на пляжах Мармориса. И привозной песок точно на пляжах-платформах в районе Памуджака. У Мармориса есть курорт Спутник и Чмелер. Здесь более широкий песчаный пляж. Галька едва заметна, но она может встречаться в море. На курорте Турунч гальки уже значительно больше, особенно в море. Лучшие песчаные пляжи в Даламане. Здесь широкие пляжи, около 100 метров. Для примера, в Марморисе ширина пляжа может быть от 8 до 20 метров, в Ичмелере 30-40 метров. На фотографии песок выглядит слишком светлым. В действительности песок в Даламане темный. Также песочек здесь мелкий и очень приятный. Если вы не выбрали отель в этом регионе, позагорать и покупаться на похожем пляже с точно таким же песком, можно отправившись на экскурсию Дальян Каунас. Кстати, место не только заповедное из-за черепах карета-карета, но и уникальное. Река Дальян впадает в море и можно покупаться в миксе пресной и соленой воды. Из региона Фетхия у нас три образца. В уникальном отеле Клаб-хотель Летуния, расположенном на полуострове, а в этом регионе много уникальных мест, вдоль всего берега галька. Но есть небольшие участки песчаного пляжа. Еще одно уникальное и очень живописное место, где расположен отель Hillside Beach Club. Пляж здесь песчано-галечный, но, надо сказать, не самый идеальный. Местами вход в море неудобный, есть галька и камни. И, наконец, знаменитая картинка с белоснежным пляжем Алю-де-Низа. Песок здесь действительно светлый, но белизну на картинке придает все-таки мелкая белая галечка. Завершу образцом с пляжа Клеопатры в заливе Гекова. Сюда туристы отправляются на морскую экскурсию. Времена, когда туристы попадали на пляж с суши, прошли. Сейчас пляж огорожен. По легенде, или правда, слишком давно это было, но песок был привезен из Египта специально для Клеопатры. Он уникален тем, что идеально круглый и мелкий в холодном состоянии, как у нас сейчас в образце, но на Солнце увеличивается в несколько раз.